Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию технический анализ по отдельным валютным парам, которые могут быть интересны на этой торговой неделе. Итак, сегодня среда, 26 февраля. В поле нашего наблюдения находится фунт, который пока торгуется во флете и никак не может определиться с направлением. Канадский доллар против доллара США, который может продолжить свое восходящее движение и золото, которое после сильного роста начало корректироваться вниз и сейчас находится на таких уровнях, откуда может снова начаться новый импульс роста. Итак, давайте начнем. Фунт мечется в рамках широкого бокового диапазона, пытаясь определиться с направлением, верхняя граница которого проходит в зоне чуть выше уровня 1.29.94, а нижняя в районе 1.28.49. По валютной паре уже давно нет трендового движения, что осложняет ситуацию, поскольку выход из диапазона может состояться сейчас практически в любую сторону. Поэтому на данный момент разумнее придерживаться точки зрения, что подобное состояние пары может продлиться еще некоторое время. Сейчас цена попыталась пройти уровень 1.29.94, который выступал в качестве разворотного, плюс это зона верхней границы флета, от которого сейчас она отбилась, и по всей видимости направится к нижней его границе на 1.28.49. При этом возможно, но не обязателен ретест сопротивления на 1.29.94, отбой от которого лишний раз подтвердит данный сценарий. Ну и вот канадский доллар, который после выхода из нисходящего бокового канала протестировал верхнюю его границу, и сейчас оттолкнувшись от него, по всей видимости закрепляется выше. Впрочем, как только пара вышла из предыдущего флета, практически сразу же снова попала в состояние неопределенности, застряв в узком диапазоне между 1.32.64 и 1.3305. Поэтому с момента прошлого обзора тут никаких особых изменений не произошло, по-прежнему придерживаюсь основного сценария на рост с выходом вверх из флета. Вероятно, состоится еще ретест уровня 1.32.64, где расположен сейчас уровень поддержки. Последующий отбой вверх от него подтвердит намерение пары к росту и направит цену в область отметки 1.33.48. В свою очередь, отмена прогноза состоится, если цена нарушит границы данного флета и выйдет из него вниз, закрепившись при этом ниже разворотного уровня на 1.32.36. Ну и наконец, золото, по которому состоялся головокружительный рост с момента нашего последнего обзора, цена не только достигла обозначенной нами цели в районе 1.621, но и значительно превысила ее, достигнув отметки 1.689, где и встретила свое сопротивление, начав корректироваться. К настоящему моменту цена уже скорректировалась к отметке 1.625, найдя там поддержку, выше которой продолжает консолидироваться. В целом, добой до уровня поддержки на 1.621 все еще возможен. Удержание с последующим отбоем от этого уровня направит цену в район сильного уровня сопротивления на 1.694. В свою очередь, отмена сценария состоится при снижении и закреплении цены ниже разворотного уровня на 1.611. На сегодня у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и обзор по техническому анализу валютных пар от компании Текмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действий и не гарантируют результата. Поэтому соблюдайте риски. Всем удачной и профитной недели. Всем пока.